Дикий туризм может навредить экосистеме урочища Бужера, расположенного в Мангустовской области. К такому мнению пришли отечественные и международные эксперты. Научная группа во главе с министром экологии Казахстана посетила уникальный памятник природы. После проведения полного анализа они посоветовали наладить инфраструктуру вблизи природной достопримечательности. Это позволит создать культурный отдых для приезжих туристов и сохранить биоразнообразие. Дороги к уникальному урочищу Бужера, расположенного в 300 километрах от Актау, были твердые и накатанные. Но в последние годы здесь начали организовывать джип-туры. Поверхность почвы миловидная. Из-за большого потока машин образовался пухляк. Эта пыль оседает на траве и пагубно сказывается на местных животных, уверяют ученые и эксперты. Я посетил Бужера. Если в Гранд-Каньоне очень твердые породы, то здесь это больше мел и гипс. Люди, посещая такие места, не осознают, что наносят вред природе. Приезжая на своих машинах и выбрасывая там мусор, они даже не подозревают, какой урон они наносят природе. Для защиты этой зоны нужно предпринять меры. Казах-туризм вовремя задумался о создании мероприятия систематизированного посещения урочища Бужера. Если туристы продолжат хаотично посещать ущелье, мы его потеряем. К этому вопросу нужно подойти комплексно. Первой нужна инфраструктура для туристов, чтобы они не вредили биоразнообразию этой местности. С начала года поток туристов на Бужера увеличился в 10 раз, только с августа по октябрь. Урочище посетили свыше 200 тысяч гостей региона. И эта цифра, по данным экологов, будет расти. Поэтому для культурного отдыха необходимо создать условия и построить туристический комплекс. Все однозначно сошлись, что подобную инфраструктуру надо возводить очень быстро, иначе потерять уникальный природный ландшафт будет очень неправильным. Учеными было выдвинуто мнение, что этот комплекс должен находиться вне пределов особо охраняемой природной территории, а именно заказника. Инвестор, который изначально автор идеи строительства подобного комплекса, внимательно все выслушал и уже огласил свое согласие на то, чтобы вынести предполагаемую концепцию строительства этого комплекса за пределы особо охраняемой природной территории. Еще одной задачей для экологов является сохранение Каспийского тюленя. Сегодня эта краснокнижная особь находится в зоне риска. За последние годы их количество сократилось с миллиона до ста тысяч, говорит министр экологии страны. Центр реабилитации тюленя, который был построен полностью за счет средств частных спонсоров. И по сегодняшний день он функционирует за счет средств частных спонсоров. Мы со своей стороны, со стороны государства готовы оказать всяческую поддержку по дальнейшему оснащению данного центра, для того, чтобы он мог наращивать свой потенциал. Возможно, в будущем этот центр получит статус научного, отметил министр экологии. К работе в нем по сохранению популяции Каспийских тюленей будут привлекать волонтеров. Динара Нургалиева, Ренад Усалиев, Магисталская область, Хабар, 24.